Добрый день, Штарк! Смотрю, по возможности, все ваши видео на YouTube-канале. Не всегда мне понятно и нравится ваше мнение с первого раза, но после более тщательного исследования сути вопроса чаще всего я согласен с вашим мнением. Хотел попросить вашей помощи в более детальном освещении вопроса экологии в России, в частности в Шиесе. Русский север гибнет, нужна ваша помощь в освещении этого вопроса. Раньше нас учили, что русский север – это легкие Европы. Вот такое интересное сообщение, где фактически на каждое предложение можно дать развернутый ответ. Я боюсь, молодой человек, не знаю, имели я права называть его фамилию, зовут его Сергей, вам и на этот раз мое мнение не понравится, но если вы детально начнете разбираться в этом вопросе, вы поймете, наверное, я надеюсь, что вот то, что я сейчас выскажу – это объективная реальность, которую должны понять русские люди. Дело в том, что у этой проблемы нет решения, нет решения такого, как сейчас хотели бы видеть, ну, как их называет господин Радзиховский, по-моему, он начал применять это слово, называя вот всех ударенных любителей разговаривать о демократических изменениях, о том, что вот здесь, с этой конкретной точки начнется русское освободительное движение. Он называет это одним словом «демшиза», то есть повернутые на демократии. Я уже говорил в небольшом ролике по этому поводу, что все это, господа, бесполезно. Это не то, что я не призываю экологов там сопротивляться всем этим мусорным кучам. Нет, ради бога, пусть сопротивляются, но это бесполезно. Я делал два ролика на эту тему. Дело в том, что Россия – это страна, где не научились, не хотят, я так понимаю, в ближайшем будущем не будут перерабатывать мусор. Вы не можете или не хотите, я не знаю, что для этого необходимо, нужно ли, чтобы это было гражданское движение, либо нужна инициатива от властей. В такой стране, как Россия, я вообще не понимаю, где, с какой стороны лучше начинать движение, когда его навязывают сверху или когда люди сами приходят к этому. Но факт тот, что вы не умеете мусор сортировать. Вы его не сортируете. Вы не готовы платить за переработку мусора. Как только поднимается этот вопрос, что готовы ли вы каждый месяц отдавать приблизительно 25 евро, ну, в пересчете на российские рубли, для того, чтобы ваш мусор перерабатывали. Спросите себя, напишите мне в комментариях, готовы вы каждый месяц отдавать 25 евро. Но я уверен, как и во всех остальных вопросах, люди не хотят платить за переработку мусора. Они до сих пор просто вываливали свой мусор в какие-то мусорные контейнеры. Какие-то службы забирают эти мусорные контейнеры. Их не интересует, что все это стоит денег. Что мусор – это колоссальные завалы всех этих отходов, которые необходимо куда-то девать. И вы вырабатываете какой-то мусор, который ваши власти не могут, не в состоянии его переработать. Просто нет таких заводов. И кроме того, что нет заводов, вы сами этот мусор не сортируете. Даже если все эти наваленные кучи будут перевозить в созданные заводы, их не смогут там переработать. Понимаете, это комплексная система. Поэтому единственное решение, какое может быть, это сваливать этот мусор на всю эту огромную территорию. Да, это ужасно. Но Россия вообще сама по себе ужасная страна. У вас самое большое количество сирот в Европе. Вот это, допустим, ужаснее, чем вопрос с мусором. Но это опять же никого не волнует. У вас самое большое число ВИЧ-инфицированных. Вот это тоже ужасно. И ужасно вообще все, в какую сферу ни взглянь, везде ужасно. И мусор – это всего лишь один из кирпичиков проявления жизни вот этой страны-паразит. Я понимаю, что с этим трудно смириться, но Россия и все ее население, по сути, это паразитическая страна, которая вытаскивает недра, врубает леса, которая вывозит все ценное, что можно вывезти, меняет это на иностранные товары и заполняет этим свою страну. Потому что русские люди хотят ездить на иностранных машинах, они насмотрелись американских фильмов, они хотят себе евроремонт, они хотят все очень хорошо выглядеть. Пройдите по Москве и Питеру, посмотрите, как одеты русские люди. Вы в жизни на Западе такого не увидите. Все одеты как с иголочки, чтобы одеваться и производить впечатление на своих соседей, коллег, родственников и так далее. У вас сознание устроено таким образом, что вы можете только выбрасывать, ну, грубо говоря, какать, а кто-то должен эту каку убирать, и убирать он это должен бесплатно. А здесь, господа, и транспорт, и службы, которые должны этим заниматься, и никто не хочет идти работать в эти службы. И в том числе сортировка, которой вы персонально не занимаетесь. Еще раз, можете посмотреть вот этот мой ролик, я сделаю ссылку, где рассказано, как функционирует эта система. Господа, с детского сада. Вот буквально с детского сада дети в детском саду играют в мусорные контейнеры. Я понимаю, что глядя на это, вы, наверное, снисходительно улыбаетесь. Ах, какие эти идиоты, финны, немцы, французы. Они со своими детьми играют в то, куда нужно выбрасывать банановую кожурку. В желтый контейнер, в коричневый или в зеленый. Посмотрите, какие малыши, которые еще толком разговаривать не могут, их уже учат. Милый, дорогой мой, бумажечку вот сюда, а стеклышко вот сюда. И будут им вот это внушать до тех пор, пока они не вырастут. И поэтому среднестатистический немец, он не в состоянии, у него просто рука не поднимется, взять и в био-ведро выкинуть какую-нибудь бутылку. Он тут же остановится, потому что ему скажет, что я делаю, он никогда этого не сделает. Вы посмотрите, как ведет себя европейец. Если у него какая-то бумажка в руках, он что-то съел, он пройдет лишние 200-500 метров, пока он не найдет урну и туда не бросит. Возможно, в русских городах это уже есть. Но дома. Кто из вас сортирует мусор? Кто выносит свой мусор в трех-четырех вариантах? Отдельно пластик, отдельно бумага, отдельно стекло и отдельно биоотходы. То есть то, что легко перерабатывается. Если вы сами готовы это делать, если конкретно ваш дом, я не знаю, ваша улица вдруг организуется и скажет, вот, у нас тут вот такое дело. Мы пришли к выводу, что мы хотим начать жить, как цивилизованные люди. Мы соберем всех жильцов этого дома, проведем инструктаж, раздадим мешки. Для этого мы сначала сбросимся для того, чтобы у нас были эти мешки. А потом мы будем контролировать, поняли ли люди, не поняли, еще один инструктаж. А дальше мы пойдем в школу и расскажем детям, что нельзя так поступать, потому что современные люди слишком много производят мусора. Мы сейчас живем по-другому, чем мы жили в 19-м и 20-м веке. И поэтому, господа, у вас шиес. Не потому, что власти вас насилуют, и кто-то там уничтожает ваш север. Вы, вы сами его уничтожаете. А у этой страны, где у них, естественно, и так средства распределены не в ту сторону, они мало строят перерабатывающих заводов, ну просто нет выхода, вы понимаете? Этот весь огромный мусор нужно куда-то складировать. И на этот раз они уже выбрали дальнюю, черт побери, точку. Насколько я посмотрел, это какая-то станция, где там вообще никто не живет. И решили хоть там какую-то мусорку создать. И нарывается на противостояние. И этим людям, находящимся там, бесполезно все это объяснять. Скорее всего, если бы, допустим, вот такой человек, как я, поехал туда и начал выступать, они бы кричали, ты кремлевский агент, ты что-то тут внушаешь, мы этого не хотим, вот мусор пусть отсюда уйдет, и все. А куда он уйдет? Ну куда он уйдет, если у вас каждый город беспрерывно тонны этого несортированного мусора продуцируют каждый день? Вы поставьте сейчас немецкий перерабатывающий завод. Нет проблем, у нас у в каждом городе стоит такой завод. Но они откажутся это перерабатывать, то, что им будут привозить вот эти горы несортированного мусора. Они вам скажут, ребята, мы переработаем стекло, мы переработаем бумагу, и мы вам сделаем прекрасно и красиво ваш биомусор превратиться в ценный компост. Мы готовы это сделать. Но вы нам предоставьте вот этот мусор в четырех-пяти вариантах. А если ваше население не в состоянии, работайте с населением. Рассказывайте этому населению. Начните своим детям рассказывать, что цивилизованные люди во всем мире живут не так, как мы. С маленького возраста, с трех лет начните. Но вы же понимаете, что это настоящая программа, это движение, которым должна заразиться вся страна. У вас должны появиться волонтеры, которые будут стоять на углах, в супермаркетах, которые будут раздавать эти бумажные пакеты и говорить, отказываясь от пластикового пакета, возьми бумажный пакет. В бумажный пакет положи только биомусор. На каждом месте, куда европейц только не идет, он сталкивается беспрерывно с информацией «Сортируй мусор, сортируй мусор, не бросай бутылки». Ты покупаешь воду себе, допустим, пиво, все что угодно, с тебя снимают за каждую бутылку 25 центов. Это для чего? Чтобы ты эту бутылку не выбросил, а потом принес и засунул вот в этот контейнер. И тогда, если ты отдельно будешь приносить пластик, государству хорошо, оно сможет вот таким образом этот пластик переработать и снова произвести для тебя пластиковые бутылки. Сейчас мы вам покажем, как сдавать бутылочки в Германии. Вам покажи пакетик. Бутылочки собирали. В Лидле заходим. Так, вот аппаратик такой. Сюда закидываешь бутылочкой, да? Давай, надо, чтобы был вот такой вот штрих. И ты. Ты хочешь кинуть? Доживи. Оп, ушла. Сколько мы дали? Ого, смело там. Сколько мы насобирали? 7 бутылок. 75. Другой 75. А подожди. А, ну сама дала. Ты нажимал? Нет. Вот и все. Сейчас мы на эти деньги либо скидку получим, либо заберем на кассе эти деньги. Правильно? Правильно. Все. Ну вот, смотрите, на русском. Без залог выплатов. Либо жертвований. А вот если на те же нажмешь... Хе-хе, может и пожертвовал. Все, Тим, идем. А если бы они не брали за каждую бутылку 25 центов сверху, люди бы просто превратили свои города вот в такую ерунду. Ну, как это происходит в малоразвитых странах. И они считают, ну люди, если вы такие, ну живите, погибайте в этом мусоре. Пусть этот мусор вас заполонит. Вот и весь мой ответ, почему я ничего не говорю по теме Шиеса, потому что я не понимаю, за что эти люди там борются. Они должны начать бороться сами с собой. Не там нужно стоять перед этими вагонами, переполненными мусорами. А в каждом отдельном дворе, где стоит вот эта мусорка, и которая каждый божий день наполняется вот этим всем несортированным мусором. Группы экологов там, на месте, должны бороться, начинать бороться за сортировку мусора. И тогда вы увидите, как волшебным образом у вас образуется фирма, которым очень понадобится стекло, а отдельным очень понадобится бумага. А другие будут просто вырывать у вас из рук пластик. Это ценное сырье. Вы до сих пор считаете, что это кто-то должен сделать за вас? И вам персонально это ничего стоить не должно. Даже усилий не должно стоить, чтобы яблочный огрызок положить отдельно, пивную бутылку отдельно, а газету положить отдельно. Вот такая простая истина, которая до сих пор не дошла до большинства населения.